Всевышний Аллах То не найдете ему наставителя Мире благословения Последнему пророку и посланнику Мухаммаду И всем тем, кто последовали За ним до судного дня Вот те, которые уверовали Бойтесь Аллаха Субханаху ва Та'аля Должным образом И не покидайте этот мир Иначе, как будучи мусульманами Вот те, которые уверовали Бойтесь Аллаха И говорите правдивое слово Аллах исправит ваше положение И простит вам ваши грехи Поистине тот, кто повинуется Аллаху Его посланнику Он преуспеет Огромным преуспеянием Вот те, которые уверовали Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля Создал человека И заложил в него фитру Это его природное состояние Либо иными словами Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля Создал человека Наделил его Добрыми качествами И дурными качествами Это естество человека В нем есть что-то хорошее И есть в нем что-то плохое Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля Ниспослал Ислам Ниспослал Кур'ан Отправил посланника Аллаха Салаллаху алейхи вассалям В качестве пророка И в качестве учителя Для того, чтобы Мы люди Мы мусульмане Эти качества, которые есть у нас Плохие Мы их максимально уменьшили А возможно избавились от них А наши благие Добрые качества Мы только лишь увеличивали Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля В Кур'ане В Суре Ма'арич Упоминает суть человека Какова она на самом деле есть Услышав эти аяты Вы сможете понять Кто он человек без веры И кто он человек с веры Аллах Субханаху ва Та'аля Говорит Ба'д Аудзу Биллахи Мина Шайтаан Раджим Инна л-инсана Хулика халуа Ида массаху Шарру Джазуа Ва Ида массаху Лхайру Мануа Аллах говорит Человек создан Таким образом Что он всегда поспешен В нем поспешность Заложена С его создания Если его постигает Зло То он беспокойный Если его постигает Что-либо трудное Либо дурное То он тут же беспокоится Ва Ида массаху Лхайру Мануа А когда его постигает Добро То он становится Скупым И жадным Это суть Человека Которое Аллах Субханаху Ата'аля Говорит Он создан Таким Поспешность Заложена В каждом Из нас А посланник Аллаха Саляллаху Алейхи вассалям В хадисе Хоть в нем Есть слабость Но смысл Хадиса Правильный Посланник Аллаха Саляллаху Алейхи вассалям Сказал Аль-Аджа Латумина Шайтан Поспешность От шайтана И всякий раз Когда человек Принимает Решение Поспешно Зачастую Он Сожалеет О содеянном Аллах Говорит Когда его Постигает Что-либо Дурное То он Тут же Беспокойный Мы можем Сказать Да Это свойство Человека Беспокоиться Но Беспокойство Бывает Многих Степеней Самое Найменьшее Беспокойство Это Беспокойство Наполненное Верой И Упованием Которое Есть Где-то Внутри Возможно Но Оно Не Проявляется Внешне Человек Человека Беспокойство Незаметно По его Виду А бывает Беспокойство Настолько Проявляется У человека Что Ближе К нему Лучше Не подходить Либо По нему Видно Он Хватается За каждый Волосок Для того Чтобы Избавиться От зла Которое Постигло Его А вот Когда Его Постигает Милость То Он Становится Скупым И Жадным Это Суть Человека Аллах Его Создал Таковым Теперь Есть Свойства И Качества Либо Же Действия Которые Могут Человека Избавить От Этого От Этих Качеств И Сделайте Его Лучшим Сделать Его Непоспешным Сделать Его Сохраняющим Спокойствие С полной Верой И надеждой На своего Господа Когда Его Постигает Зло А Когда Его Постигает Добро Стать Чедрым Аллах Субханаху Вата Аля Говорит Илля Мусалли Аллах Упомянув Эти Эти Качества В человеке Он Сказал Человек Создан Таким Образом То есть Эти Качества Есть В человеке За Исключением И Аллах Начал Перечислять Кому Несвойственны Эти Качества И Те Которых Эти Качества Обойдут Стороной Если Они Правдивы С Аллахом Субханаху Вата Аллах Говорит Илля Лусаллин Аль Лазина Хум Аля Салатihim Да Имун Кроме Малящихся Которые Которые Постоянны В своих Молитвах А также В имуществе Которых Есть Доля Для Просящих И Нуждающихся Это Означает Что В их Имуществе Рыск Которые Они Приобретают Есть Какая-то Доля Которую Он Для Себя Решил Вот Эта Доля Будет Для Нуждающих Нуждающихся И Просящих Это Садак Это Закат Это Милостыня Те Которые Которые Оберегают Оберегают Доверяем 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 Договора Доверяем Молитвы Молитвы Вовремя Или Соблюдение 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 Договоров Соблюдение Доверенного Быть Стойким В свидетельствах Своих То Это Причина Того Чтобы Человек Изменил Свою Суть А именно Свою Дурную Суть Которую Аллах Субханаху Каждый Кто Страдает Сегодня Депрессией Каждый Кто Страдает Сегодня Стрессами Заботами Переживания Аллах Субханаху Ва Тааля В Коране Ясно Говорит Это Состояние Которое О Котором Аллах Говорит Человек Создан Поспешным Беспокойным Жадным И скупым Кроме Молящих Потому Что Молитва Это Щит Верующего И Аллах Не Просто Сказал Молящиеся Те Которые Постоянны В своих Молитвах Те Которые Являются 24 Часа В сутки Мусульманами Это Не Означает Что Он Молится Только Утреннюю Молитву Или Пропускают Молитву По Различным Причинам Либо Совершает Все Молитвы Вечером Нет Аллах Говорит Молитва Была Предписана Верующим Соблюдение Ее В определенное Время Нету Намаза Другого Времени Только Вот Это Когда Она Наступила За За Исключением Того Что Посланник Аллаха Салла Аллах Алейх Салям Упомянул Человек Заболел Имеется Ввиду Потерял Сознание Либо Он Уснул Проспал Либо Забыл Это Может Быть Оправданием Но Восполнение Его Тут же Является Обязательным Но Нет Понятия Нет Такого Понятия Чтобы Человек Сказал У меня Нет Времени На Молитву Либо Я Работаю Либо Я Занят Весь Мир Должен Остановиться Когда Приходит Время Молитвы Аллах Субхан Аху Ата'аля В Священном Хадисе Говорит Кто Посмеет Сражаться С Моим Приближенным С Моим Любимцем Я Объявлю Ему Войну Кто Они О Аллах Кто Они Аллах Говорит Те Которые Приближаются Ко Мне Путем Моих Предписанных Предписаний Обязательных Предписаний Самое Лучшее Деяние Которые Они Выполняли Аллах Говорит Это Предписанное Мною Для Них Что Же Может Быть Важнее Предписание Намаза Ведь Аллах Предписал Его Совершение Молитвы С Небес Аллах Поднял Мухаммада С Али Али А 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 Предписал Молитвы Постоянно Мухаммада Всегда Бережет Свои Благие Деяния А Те Которые Уверовали Сегодня Тот Период Зимнего Времени Когда Между Молитвами Всего Лишь Полтора Часа Два Часа Мы Выходим На Рынки Мы Выходим По Делам И Наступает Время Молитвы Когда Нам Неудобно Совершать Или Нет Времени Мест И Часто Мы Пренебрегаем Этим И Говорим Вечером Совершу Или Ладно Аллах Простить Ничего Страшного Я Сейчас Занят Без Мир Должен Остановиться Остановитесь Где бы Вы Не Были Где Бы Вы Не Были Даже Если Вы В Супермаркете Даже Если Вы На Работе Если Даже Вы Гуляете В Парке Либо Едете По Дороге Остановитесь И Совершите Эту Молитву Это Только Возвысит Вас Это Только Укрепит Вас Это Только Защитит Вас Ведь Аллах Говорит Кто Посмеет Объявить Войну Или Вражду Моему Приближенному Я Объявлю Ему Войну Если Хочешь Стать Одним Из Них Чтобы Аллах Всегда Был Рядом С Тобой Тогда Его Предписание Фарды Не Оставляй На Завтра Выполняй Сейчас Не Говори Мне Неудобно Перед Людьми Не Говори Мне Неудобно Перед Знакомыми Работниками Друзьями И Тому Подобное Это Один Из Лучших Видов Даавата Один Из Лучших Видов Призыва Когда Немусульманин Смотрит На Этого Мусульманина И Видит Что Он Молится Где Бы Не Было В Аэропорту На Вокзале На Дороге У Дороги Либо Же В Парках Либо Же На Стоянках Не Важно Но Он Молится Потому Что Наступило Время Молитвы Не Будьте Из Тех Которые Пренебрегают Молитвами Не Будьте Из Тех Которые Пренебрегают Молитвами Ведь Молитва Выше Всего Я Прошу Аллаха Простить Нам Наши Грехи Явные Тайны Простите Аллаха Прощение Прощающим Милосерд Аллах Субханах Говорит Те Которые Расходуют Из Своего Имущества На Пути Аллаха Это Те Которые В Имуществе Которых Есть Доля Он Для Себя Определил Доля Для Спрашивающих Нуждающихся Бедняков Или В общем Когда Он Расходует На Пути Аллаха Субханах Беднякова Беднякова Не был верующим. Аллах говорит, у него есть естество, у него есть потребность, желание. Аллах говорит, он оберегает свои полы его органы, кроме от своей жены. Кроме от своих жен или теми, кем обладели их десницы. Аллах говорит о нас, о первой части, о десницах забудьте. Это не про нас. Это про поколение, которое могло себе это позволить. А у нас сегодня себе даже жену позволить не могут. Или не хотят. Потому что сегодня харам стал доступен. Сегодня этот харам стал доступен. Неужели ты думаешь, что если ты заведешь некую дружбу с женщиной и будешь приходить к ней изредка, а потом вознамерился, иншаллах, я заведу себе праведную жену, ты думаешь, сможешь схитрить Аллаха? Это сама основная суть и прелюбодеяние есть. Или человек себе дозволяет женщину какими-то тайными, либо же какими-то скрытыми методами, подъезжает на объездную, называет ее наложницей и тому подобное. Мы в каком веке живем? О наложницах – это отдельная тема, которая сегодня не существует их. Сравните себя и сравните с подвижников. Когда в хадисах упоминается, что у них были наложницы, можно сказать, что они это заслужили. Сегодня мир другой. И сегодня нет никаких других путей, кроме женитьбы. И поэтому не ищите никаких форточек. Уберегите себя от харама. Это касается и девушек, и это касается и парней. Мужчин и женщин. Уберегите себя от харама посредством женитьбы. Не бойтесь ответственности. Не бойтесь ответственности. Ведь в этом есть барака и благо. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, те, которые оберегают Аману, вверенное им на хранение, неважно, имущество, слово, дело, они оберегают это. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, те, которые соблюдают свои договора, к сожалению, не в наше время. Очень часто, если только кто-то услышит это Амана, это должно стать достоянием целого джамаата, общества и тому подобное. Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, в хадисе говорит, «Изя азия атил амана, фантазыру сса'а». Если Амана, доверие людей друг другу, то есть то, что они доверяют друг другу, утеряется, они не смогут друг другу довериться, то ожидайте судного дня. Судный день близок. Те, которые соблюдают свои договора. Те, которые сказали, подписали, значит, они выполняют согласно договора. Те, которые стояки в своих свидетельствах. Если они свидетельствуют о чем-либо, то они стояки в этом. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, также упоминает молящихся вновь. Те, которые оберегают свои молитвы. Эти люди, Аллах говорит, «Фи джаннатиму краму». В раю им воздастся награда их. А мирская награда заключается в том, что человек стал лучше. Он перестал быть поспешным. Он перестал быть беспокойным. Он перестал быть жадным. Ведь эти, в совокупности, все эти деяния, молитва, садака, женитьба, соблюдение договоров, стойкость в свидетельствах, эти все благие деяния улучшают имя человека, улучшают самого человека. Ведь это суть предписанных молитв. В этом суть предписанных садакатов. Чтобы нас изменить, чтобы мы не как роботы совершили намаз, чтобы мы не как роботы пришли на джумах, почитали и ушли, остались такими же, с такими же недостатками. Нет, чтобы мы каждый день становились лучше. В этом предписание ислама. Намаз должен изменить нас. Если он не меняет нас, значит, что-то не то с нашим намазом. Значит, не должным образом мы его совершаем. Значит, не искренне, не смиренно мы его делаем. Значит, мы пренебрежительны в наших намазах. Аллах говорит, поистине молитва уберегает человека от мерзости и порицаемого, порицаемого, запретного. Посмотрите, мы почитали намаз и пошли делаем харам. Значит, не то в наших молитвах. Наши молитвы не оставляют след на наших сердцах. Наша садака не оставляет след на наших сердцах. Наша женитьба не уберегает нас от харама. Значит, что-то не то. Значит, нужно еще раз жениться. Не помогает еще раз. Четыре раз выдержишь, женись. Но если выдержишь... Аллах, субханаху ата'ала, говорит, фанкиху ма таба лаку мина ниса ма сна ва сулата ва руба. Аллах говорит, женитесь на двух, на трех, на четверых. Но если вы слабы и боитесь, что вы будете несправедливы, а на самом деле сегодня мы слабые. Сегодня мужчина, он слаб. Слаб во всех смыслах этого понимания. Он несправедлив. Он сегодня не выдерживает обещанное. Он сегодня не в состоянии дать того, что он обязан дать. И ты видишь, он сам больной, хромой. И он женится еще раз. Аллах говорит, фа инхифтум фа ва хидатан аума ма лаката айманук. Аллах говорит, если боитесь, тогда на одной. Боитесь несправедливости. Несправедливость во всем. В содержании, в отношении, в поведении. Люди сегодня мы сегодня слабы. Это не означает, что мы должны забыть эту тему. Нет, это означает, что мы должны себя исправить, а потом прийти к этой теме. Сегодня многие женятся поспешно на вторых, на третьих, на четвертых. И поспешно же уходят оттуда, и остаются с одной. это плохой показатель. Это плохой показатель. Как ребенок, которому дали игрушку, он поигрался, наигрался и выбросил. Нет, если взял, держи. Если взял, держи. Тяжело? Держи. Зачем взял? Нет, мне тяжело. Нет, держи. Кто тебе разрешал брать? Тебя кто-то заставлял? Никто не заставлял. Тяжело? Держи. Пока у нас не будет такого отношения к долям чужих, к предписанию Аллаха, к Исламу, друг к другу, тогда мы остаемся еще теми, о ком Аллах сказал. Беспокойными, жадными, поспешными. Ислам прекрасен. Но когда его охватывают или соблюдают полностью, они берут из него только то, что ему нравится, а то, что не нравится, оставляют. Ведь Ислама суть заключается в том, суть Кур'ана и сунны посланника Аллаха заключается в том, чтобы орошать полностью твою душу, твое сердце, а не кусочками капельки бросать на твое сердце. Вот те, которые уверовали. человек никогда не сможет стать лучше без намаза. Запомните и научите этому своих детей. И вы, и дети никогда мы не сможем стать лучше без намаза, без заката, без садака, без полноценной семьи и без честности нашей. Мы не сможем стать лучше. А тот, кто мечтает о лучшем, он сам обманывает себя. Я прошу Аллаха субханаху ва-та'аля, чтобы он дал нам возможность взять Ислам полностью. И чтобы Аллах субханаху ва-та'аля отдалил нас от того, чтобы брать Ислам частично. Я прошу Аллаха субханаху ва-та'аля простить нам наши грехи явные и тайные. КОНЕЦ